Доброе утро! С вами я, Ольга Платонова, и удачное настроение. Сегодня мы поговорим о том, чем можно подкармливать комнатные растения. На самом деле, на кухне остается очень много органических веществ, которые мы просто выбрасываем, не задумываясь о том, что они могли бы пригодиться нашим зелёным питомцам. Я рекомендую дополнять эти простые средства к регулярным подкормкам растений. Вот, например, сахар. Его можно использовать также для подкормки растений. Берёте небольшое количество, рассыпаете по поверхности земли. Можно использовать воду, в которой вы сварили картофель. Там тоже очень много органических веществ. Я также использую шкурку бананов. В ней очень много калия, и он значительно обогащает почву. Я их высушиваю и перемалываю. Банановую шелуху эту можно просто залить водой, и вода обогатится калием. И после этого мы её польём растения. Возможно использовать спитой чай, но будьте внимательны. Его надо хорошенько просушивать для того, чтобы не заводились мошки, которые очень часто присутствуют в земле. А шелуху от семечек я использую как дренаж. И почва становится более рыхлой и более воздухопроницаемой. Я настаиваю шелуху от лука. И для профилактики обрабатываю растения от паутинного клеща и других насекомых, которые поселяются за зимний период, когда мы включаем центральное отопление. Также можно использовать настой из апельсиновых корок. Он помогает бороться с вредителями комнатных растений. Отдельная история с яичной скорлупой. Как известно, она состоит в основном из кальца. Дело в том, что большинство удобрений, которыми мы пользуемся для комнатных растений, привносят совсем ненужную кислотность в почву. А если вы добавляете размолотую скорлупу от яиц, то она эту кислотность ненужную нейтрализует. В минералке газированной содержится углекислота, а она растворяет известь. И это очень полезно для тропических растений. И, конечно же, не забываем про золу. Это прекрасное золотое удобрение. И его нужно тоже привносить в почву. Еще можно растение подкармливать аспирином. Он активизирует защитные свойства. И помните, что активно начинать подкармливать растения нужно весной. А сейчас мы кормим только цветущие зимой растения. Удачного всем настроения!